Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами читать послание апостола Павла к филиппийцам и переходим непосредственно к третьей главе, предпоследней в этом послании. Ее мы с вами можем разделить на две части, с первой стиха по 16. И с 17 по окончание. Первая часть посвящена вопросу исполнения закона и вообще исполнению закона в контексте христианской жизни, где апостол Павел говорит, что он мог быть примером исполнения закона, но он идет немного другим путем. Давайте с вами обратим внимание на этот текст. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. На основании этого стиха первого формируется представление о том, что текст послания к филиппийцам был разделен на два или на три разных письма. Изначально это было разные абсолютно письма, которые впоследствии были скомпилированы в одно произведение, потому что писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно, как будто бы начинается новое письмо. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подчел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере. Итак, здесь давайте мы с вами остановимся и сделаем некоторые комментарии. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. Итак, последователи иудео-христианской мысли, иудео-христианской морали считали, что необходимо сначала соблюсти закон Моисеев, а потом уже наложить на него закон Христов. Но апостол Павел часто обращается к этой теме, явно, что противники учения апостола Павла упирались именно в эту идею, идею иудео-христианства. И здесь апостол Павел говорит о том, что, ну кто-кто надеется на плоть, так может только он. Он, наверное, больше, чем все его адресаты, потому что он иудей, еврей. Потому что обрезан был восьмой день, потому что по учению фарисеи, а это была секта самых таких полноценных законников иудейства, которые старались соблюсти закон до мельчайшей йоты, до мельчайшей черты. Это знаки еврейского алфавита. Так вот, апостол Павел говорит, что он может надеяться на плоть. Но для меня было преимуществом то, ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господом. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Дело в том, что синодальный перевод отличается очень большой тактичностью. В данном случае будет не лишним сказать, что все почитаю за ссор в греческом тексте. Слово ссор мы можем перевести, если делать это прямо. Все почитаю за кал, все почитаю за мерзость. В общем-то, апостол Павел здесь достаточно жестко выражается для того, чтобы противопоставить мир и жизнь во Христе всему остальному миру, всему остальному системе ценностей. Христос — самая яркая и самая главная ценность для апостола Павла, а также для его последователей. Чтобы познать его силу, воскресение его и участие в страданиях его, сообразуясь в смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить. Здесь апостол Павел, по-видимому, говорит о неком восхождении во Христе, восхождении в духовной жизни. И, соответственно, он говорит о том, что человек должен жить сообразно тому уровню духовному, на который он восходит. Апостол Павел не почитает себя уже достигшим, но он, забывая про прошлое, стремится к будущему, стремится постоянно усовершенствоваться. Иными словами, во всех добродетелях, во всей нашей духовной жизни остановка — это шаг назад. Соответственно, все время мы должны с вами стремиться вперед, стремиться к большему совершенствованию во Христе Иисусе. Благо, что Бог положил нам некий вектор, который стремится в бесконечность, когда Он говорит, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Апостол Павел всегда дает своим адресатам право на собственное мнение. И церковь, особенно восточная церковь, своим широтой взглядов, широтой мнений зачастую, хотя есть расхожее мнение, противоположное этому, превосходит по своей свободе любые христианские динаминации, будь то конфессия римской католической церкви, которая все-таки заключена большим количеством догматов и догматизированием слов предстоятеля римской церкви или главы римской церкви. Также консервативные протестанты тоже зачастую достаточно скованы определенным вероучительным контекстом, в то время как восточная церковь всегда догматизировала только самые важные моменты, и все остальное оставляя на непосредственное откровение Божие, на откуп, на богословское мнение самого человека. Так вот, апостол Павел дает возможность своим слушателям мыслить иначе и дает место Богу для того, чтобы открыть им то, что он посчитает нужным. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Очень интересное мнение апостола Павла, которое на самом деле широко вошло в нашу с вами практику христианской жизни. Здесь стоит привести следующий пример. Наше с вами покаяние и наши с вами правила жизни. Для человека, возросшего духовно на более высокую ступень, эти правила ужесточаются, они становятся большими. Что-то отходит на второй план, но что-то приобретает принципиальное значение. В том же время человек, только пришедший ко Христу, имеет определенный, не очень большой круг христианских обязанностей и должностей. О чем здесь идет речь? Если мы с вами приходим на исповедь, и вряд ли от нас требуется каяться в том, что мы не молимся постоянно, в то время, как человек, посвятивший свою жизнь монашескому деланию, и тот человек, который действительно уже достиг этого уровня, может в этом приносить Богу покаяние, потому что он стоит на ином уровне духовного развития. Дальше апостол Павел говорит следующее. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме. Они мыслят о земном». Обратим внимание первое на слово «подражание». Подражание в нашем с вами русском культурном контексте звучит как что-то плохое. Подражать кому-то можно привести синонимичные фразы, обезьянничать и так далее. Но здесь идет речь о подражании как о факте учительства или ученичества. Для античного периода подражание великому человеку, подражание какому-либо философу помогало человеку развиваться в том направлении, в котором тот преуспел. Соответственно, подражание апостолу Павлу — это хорошо, подражание Христу — это хорошо. Потому что, исполняя внешнее и внутреннее, и мыслительное, присущее учителю, легко научиться и его нраву. Далее он противопоставляет два рода проповедников или два рода учителей. Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец — гибель, их Бог — чрево, их слава — в сраме. Они мыслят о земном. Дальше он противопоставляет, соответственно, апостольское собрание. Наши же жительства на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой он действует и покоряет себе все. Опять же, эсхатологическая нотка, добавленная к данной главе апостола Павла, говорит о соответствующих ожиданиях его паства и о том, что эта нота очень мотивирующе сказывается на адресатах данного послания. На основании данного стиха православное богословие выражает мнение о том, что по воскресенье из мертвых всего человечества мы с вами будем иметь тело, подобное Иисусу Христу по Его воскресенье, то есть независящее и свободное от пространства, времени, которое будет нетленным, которое будет славным и неболезненным, как сегодня наши с вами тела. На это стоит обратить внимание, как обращает внимание апостол Павел. Отвечу, почему. Потому что для античности характерна философская идея «сома-сима» — «тело-гроб». И, конечно, культура города Филиппо явно была не чужда этого философского феномена. Соответственно, если тело-гроб, то лучше избавиться от тела, а христиане проповедуют воскресенье из мертвых. На этом мы с вами закончим наш разбор третьей главы, предпоследнее послание к филиппийцам, и в следующем видео перейдем уже к четвертой. Спасибо вам за внимание и желаю всем доброго дня. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok